В Магадане прошло заседание правительства. Темой для обсуждения стали актуальные вопросы по борьбе и предупреждению новой коронавирусной инфекции. По городу работают колл-центры, которые уже начали обзвон пациентов. Больницы и бригады скорой помощи находятся в полной готовности. Из обозначенных студентов медицинского колледжа сегодня 8 человек трудятся на колл-центрах городской поликлиники, 8 человек на территории детской поликлиники, еще привлечено 4 фельдшера по дополнению. То есть волонтеры уже участвуют в работе по ковиду. Губернатор потребовал исключить случай халатного реагирования на обращение жителей в колл-центры в условиях пандемии. Всем руководителям медучреждений было поручено ужесточить проверки и обучение работников, принимающих звонки, устранить все ошибки, недочеты в выполняемой ими работе. Любовь Голимбиовская, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана. Магадан присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В ее рамках в областном центре провели несколько встреч. В областной детской библиотеке Мальвина ученикам гимназии номер 13 рассказали о тяжелых временах блокада Ленинграда. 27 января в России отмечают освобождение города от фашистских оккупантов. 872 дня. Именно столько Ленинград был в окружении. Цель фашистской блокады – вымирание и уничтожение жителей города. Именно тогда в Ленинграде из-за немецкой блокады жителям установили самую низкую норму потребления хлеба – 125 граммов в сутки. Мы заказали специально хлеб в том размере, который был самый минимальный в дни блокады, в самые тяжелые дни блокады – 125 грамм. И мы таким образом хотим показать именно детям, как сложно и непросто приходилось нашим предкам в эти голодные годы. И то есть это такой символ мужества, героического такой стойкости жителей блокадного Ленинграда. В этот день акцию памяти провели и на улицах Магадана. В день освобождения Ленинграда от оккупации волонтеры Победы раздали информационные листовки. В них данные о временах блокады, сколько домов, памятников разрушено, сколько человек погибло. Для нас важно сохранить эту историю и передавать ее нашим потомкам. У нас ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. И вот такими акциями мы напоминаем о том, что нужно помнить, нужно чтить и уважать свою историю. Напомнить людям о этой памятной дате 27 января, когда закончилась эта страшная блокада Ленинграда. Памятка достаточно значимая, так как множество людей не знает о такой дате. И хотелось бы, чтобы население России чтило. Во времена блокады Ленинграда, по разным данным, погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек. Большинство от голода. И важно помнить об этой трагедии. Завершился конкурс народных арт-объектов, организованный сервисом путешествий Ту-Ту-Ру. Оценивались 85 предметов самодетельного искусства из каждого региона России. После 10 отборочных раундов был выявлен победитель. Им оказался магаданский мамонт в бухте Нагаева, автор композиции, скульптор Юрий Руденко. Какие эмоции испытывают жители Колымы после победы в таком масштабном конкурсе? Я рад, доволен, заслуженная победа, считаю. Из всех представленных участников, думаю, мамонт был самым достойным. Я считаю, это хорошее достижение для культурной жизни Магадана, поскольку все другие представленные скульптуры из того, что приходилось выбирать, они вообще без вкуса заполнены, а только наш, я считаю, очень креативный мамонт. Я думаю, со мной жители этого города полностью согласятся. Ничего. Вообще ничего? Никаких эмоций? Нет. Никаких. Отлично. Это здорово. Он действительно крутой, и среди претендентов там не так много было у него конкурентов на самом деле. Я очень рада, что мамонт выиграл конкурс. Вам нравится эта скульптура? Да, очень нравится. Гордый за свой город, что ли? Прекрасно. Композиция «Время» – моя самая любимая композиция в Магаданской области. Автор выразил наш дух очень замечательно. Довольна, что Магадан у нас светится. Скульптура была открыта 7 сентября 2013 года. Высота мамонта 5 метров, а вес почти 6 тонн. Вблизи эта композиция напоминает часовой механизм, покрытый коррозийной пленкой, напоминающий по цвету шкуру мамонта. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Открой закрытые негой взоры, навстречу северной авроре, звездой севера явись. Так Пушкин писал о погоде. А что же ждет? Эти красивые строчки Пушкин писал явно не о магаданской погоде. Но все-таки, что же ждет нас в эти выходные, узнаем у жителей города. В субботу 29 января в Магадане значительно облачно, температура воздуха ночью до минус 7, днем до плюс 1 градуса тепла. Атмосферное давление низкое, 735 миллиметров продуктного столба. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду, влажность комфортная 50%. В воскресенье 30 января температура воздуха ночью, до минус 1, днем до 0 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, влажность комфортная 53%. Абонент временно не доступен. Перезвоните. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok